Здравствуйте, уважаемые участники и гости конференции! Разрешу представить вам мой доклад от лица коллектива авторов. Доклад посвящен литию как полюсу притяжения к польскому региону и литию как тому элементу, который способен объединить усилия многих институтов в обеспечении сырьевой безопасности нашей страны. Как вы знаете, в 2019 году Нобелевскую премию по химии получили три исследователя за разработку и усовершенствованные литий-ионных батарей. Это Джон Гуденов в Соединённых Штатах Америки, Стэн Ли Утенгем в Великобритании и Атира Яшина в Японии. Исследования начинались конкретно этими исследователями в 70-х годах. И что интересно, Акира Яшина в 85-м году создал… Все эти исследования, исследователи внесли разный вклад в создание литий-ионных батарей. И в 85-м году Акира Яшина создал первый прототип того литий-ионного аккумулятора, который сегодня в этом зале, пожалуй, больше всем участников присутствует. Запатентовал его, и в 91-м году компания Sony начала массовое производство этих аккумуляторов. Акира Яшина меня очень… вернее, его судьба меня очень поразила тем, что создав аккумулятор в 85-м году, только в 2005 году он получил ученую степень, а уже в 2019 году получил мобилевскую премию за разработку, которую осуществил 40 лет назад. Как вы видите на этом графике, как раз начиная с массового производства литий-ионных аккумуляторов, неуклонно, но сначала медленно, а затем всё быстрее наращивается добыча лития в мире. И скачкообразно этот рост наблюдается с 2017 года, и это связано с развитием производства электромобилей. Пик пришёлся на 2022 год, и кто же основные производители лития, добычники лития? Это Австралия, это Чили, это Китай. Китай на третьем месте с 15% общей добычи, но здесь нужно понимать, что Китай владеет долями бизнеса и в Австралии, и в Чили, владеет крупнейшими месторождениями, поэтому на Китай приходится 50% мировой добычи. А если говорить про конечный продукт, про литий-ионные аккумуляторы, то Китаю принадлежит от 60 до 80% мирового рынка этих изделий. На этом графике вы видите прогнозируемый спрос на карбонат лития и прогнозируемую добычу. В связи с тем, что предложение не успевает за спросом, это не может не сказываться на стоимости литиевого сырья. Итак, за последние два года цена на карбонат лития выросла в 6 раз. Ну и в связи с этим совсем, с переходом на энергосбережение, на зелёную экономику литий стал называться новой нефтью, так как происходит замещение старых двигателей внутренних, ранее новыми двигателями электрическими, с 3-ти илоновыми аккумуляторами. Литий называют новой нефтью, белой нефтью, некоторые называют белым золотом, но более здесь подходит аналогия с новой нефтью. Два главных источника литиевого сырья, это обычно называют два, это гранитные пигматиты и гипертермальный рассол. Но если вы уже успели сложить два этих значения, 26% и 63%, то здесь не получается 100%, и остальные 10% приходится на вулканогенно-осадочные породы, в которых также присутствуют минералы, литий, содержащие минералы. У каждого из этих источников есть свои плюсы и минусы по добыче. И на этом графике вы видите содержание запасов и отношение запасов к содержанию лития по типам месторождения. Так, месторождения, связанные с гранитными пигматитами, имеют наибольшее содержание лития. Месторождения, связанные с гидротермальными рассолами, имеют очень низкие содержания, но при этом из-за своих объёмов очень большие запасы. Нельзя списывать от счетов, и месторождения, связанные с вулканогенно-осадочными породами, среди этого вида источника лития есть и довольно крупные и уникальные месторождения. Так, например, месторождение Ядар, в котором литий находится впервые открытым именно на этом месторождении минерали, серикате лития и бора. И это как раз наглядный пример того случая, зачем нам открывать новые минералы. То есть здесь всё уникальное месторождение, так как это единственная точка проявления минерала Ядарит, содержащего литий в большом количестве. Это распределение месторождений по планете. И здесь мы видим, что наиболее крупные месторождения расположены в Австралии, в Бразилии. И видно, что Китай занимает максимально выгодное положение, так как на его территории расположены довольно-таки крупные месторождения, связанные как с гранитными пигматитами, так и с гидротермальными ростовами. Что делает Китай, ставит их в максимально выгодную позицию. Что касается Российской Федерации, то здесь основные запасы сосредоточены в Восточной Сибири и в Мурманской области. Это серия месторождений в зоне Калмазера-Воронин, о которой я буду сегодня говорить. Запасы, общие запасы России составляют 1 миллион тонн. Например, Австралия имеет 8 миллионов тонн запасов, а Боливия — 20 метров. Несмотря на то, что и Россия имеет довольно-таки существенные запасы лития, производство литиевого сырья в стране отсутствует, и главная причина этого отсутствия — это отсутствие интегрирующих проектов и реальной кооперации между научными группами и центрами, обладающими различными компетенциями. Это технологическая минералогия, престолография, обогащение, химическая технология, синтез неорганических соединений, полимеров, электрохимия, физхимия — все те компетенции, которые обладают институты Польского научного центра и институты, входящие в группу наук и инноваций госкорпорации «Росатом». И самое перспективное из месторождений Российской Федерации — это Толмозёрские месторождения. Оно открыто Чумаковым Алексеем Александровичем, сотрудником Польской базы Академии наук СССР. Алексей Александрович прошёл всю Великую Отечественную войну и является обладателем двух красных орденов Красной Звезды. И при этом уже в 1947 году он открывает месторождение, крупнейшее в России месторождение лития. И изначально это месторождение носило имя Александра Евгеньевича Перстана. Месторождение содержит, по разным оценкам, от 19 до 26 запасов лития страны. И помимо лития также несёт в себе Тантал, Необий и другие элементы. Месторождение очень выгодно расположено относительно близко к ближайшей автодороге и линии электропередач. И здесь я должен отметить, что начиная с открытия месторождения в 1947 году и до последующей разведки месторождения в 60-х годах польский научный центр всегда оставался на месторождении. Это и детальные минералогические исследования и филоментальных фигматитов, которые проводили с биологическим институтом, и разработки технологий получения литийных продуктов, которые осуществлялись институтом химии и технологии и элементов минерального сырья нашего сегодняшнего юбиляра. Месторождение расположено в зоне Калмозера-Воронья. Это вытянутая структура, зеленокаменный пояс, расположенный между мурманским террином, кольско-норвежским в геологическом плане и киевским террином. Сама структура тянется от центральной части Кольского полуострова и практически до полуострова Кубачий и Средний, но здесь она сильно раздавлена и очень тонкая, хотя при этом здесь есть большие месторождения и рудопроявления тактик. Но основная часть зоны Калмозера-Воронья — это вот эта область, выделенная многоугольником чёрным. Более детальной картой месторождение Калмозёрское, оно расположено в пределах массива габранаптозитов по Чумваре. Помимо Калмозёрского месторождения, в пределах зоны Калмозера-Воронья также выделены другие литий-содержащие месторождения — это Колмос, Оленьих ребят, Васинмыль, Охмыль, но они значительно меньше по запасам, чем Калмозёрское, так Колмос запасы лития на месторождении в три раза меньше, чем на Калмозёрском месторождении. Это биологическая схема Калмозёрского месторождения. Как вы видите, здесь месторождение представлено 12 пигматитовыми жилами, прорывающие массив. Жилы расположены очень компактно, круто падают примерно под углами 75 градусов, и вот эта компактность и расположение жил позволяют отрабатывать карьер довольно локально. То есть маленькая территория на поверхности после карьера. Здесь вы видите космоснимки участка, подмеченные звёздами. Видно, что месторождение находится в зоне, по крайней мере, сам массив. Это полная пундра, отсутствие какой-либо растительности в плане деревьев. В прошлом году по заказу ведущего научно-исследовательского Института химической технологии, Глоскооперации «Росатом». Геологический институт осуществил отбор крупной рудоразборной пробы на месторождении. И здесь вы видите общие виды месторождения. Так выглядят выходы коренных пород. Это общий вид стигматитовых жил. И так выглядит дорога к месторождению, те самые 86 километров, если выбрать не совсем верный вездеходный след. Минералогический состав пигматита — это кварц, до 35% альбин, микроклин. И главный минерал-носитель лития — это сподумен. От него в стигматитах 25%. И на сподумен приходится 7,6% альбин. И в массовых процентов опсида лития. Следующим минералом-носителем лития является литилокилип моего небольшой количества. Всё это в настоящее время позволяет сделать вывод о том, что для колмозёрского месторождения в настоящее время очень важно определить те процессы, которые могут снизить стоимость обогащения руды с получением сподуменного концентрата, выполнить поиск технологии извлечения лития при условии его минимального содержания в руде, понизить стоимость производства карбоната и гидроксида металлического лития и сплавов на его основе, а также разработать оптимальные схемы и утилизацию отходов производства для снижения уровня воздействия на окружающую среду при получении лития. И всё это, во-первых, отчасти уже существует в институтах Польского научного центра. И эти компетенции, имеющиеся в распоряжении институтов Польского научного центра и структуры наук и инноваций госпорпорации «Росатом», я думаю, что позволят решить все эти проблемы для Калмазёрского месторождения и для других месторождений редкоментальных предмотитов Польского региона. Спасибо за внимание. Спасибо.